это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 20 июня день медицинского работника в россии так что самое время поговорить о состоянии медицины в нашем богоспасаемом государстве да и фактор коронавируса сделал врачи едва ли не главными людьми в стране но иногда так кажется согласитесь да с медицины у нас ну скажем так непростая ситуация безусловно имеются серьезные достижения отрицать их глупо ну например строятся новые крупные медицинские учреждения реабилитационные центры крупные онкологические больницы безусловно у нас закупается очень серьезное новейшее оборудование и конечно зарплаты медработникам согласно статистике растут но тут ключевое согласно статистике однако это друзья не отменяет тех проблем которые принесла собой так называемая оптимизация медицины мы сегодня поговорим об этом стартовала она в 2010 году но только сейчас похоже высшее руководство страны но скажем так стала осознавать и признавать что курс в реформах был но взять скажем мягко куда-то не туда вот если выделить суть оптимизации медицины как и оптимизации образования к слову они всегда образование медицины идут рядом то суть такова из-за этого явления скажем мягко человек исключен человек вырезан человек и как врач и как пациент что я имею ввиду потому что громкое такое словосочетание вырезан человек поясняю посмотрите оптимизация она прежде всего как бы централизовала медицину то есть профильные направления они слили в одно и очень часто и не знают докринологию возглавляет пульмонолог и так далее при этом смотрите избавились от многих поликлиник и больниц прежде всего в сельском регионе в результате медицина не в городе она исчезла в принципе ну или уже почти исчезла и чтобы вылечиться человек из села должен ехать далеко-далеко центр а там что для сельского что для городского уготована но я не знаю 9 тысяч кругов бюрократического ада вот с этим бюрократическим кошмаром сталкиваются не только пациенты но и сами врачи они готовы работать готовы работать даже за такую зарплату но вместо этого они заняты бесконечным заполнением бесконечных бумажек вот спросите знакомых медработников что раздражает тебя вас в работе медика больше всего и он наверняка вам скажет не о зарплате даже а неадекватной я бы сказал катастрофической бюрократии скажите мне для чего эти подчас во многом бессмысленные отчеты они нужны прежде всего для того чтобы вот туда наверх давать правильные цифры мол смотрите друзья по бумагам у нас все замечательно все здоровы а следовательно средства будут выделены и освоены а почему люди мрут почему люди болеют ну знаете ли бывает у этого скоро от наспорка больные дохнуть начнут и зеленки не видов все тащит все прям оборудование купила кому-то продала половину хрен знает кому если пяти не помогала по дорожникам должен лечить на тут же друзья еще в чем фокус благодаря тем же неправильно заполненным бумажкам с того же врача можно снять соответствующую денежку ну не выплатить там премиальный так далее экономия знаете но и сами медики они конечно во многом бесконечно страхуются ведь смотрите в чем фокус пять лет назад следственный комитет предложил ввести 2 новые уголовные статьи по оказанию медицинской помощи и дела по этим статьям они что называются возбуждаются регулярно причина в чем да конечно есть халатность есть непрофессионализм медиков отрицать это невозможно но ведь согласитесь есть и выгорание медиков когда профессия отнимает у тебя все силы потому что загруженность колоссальная и тот же участковый бегает по району но я не знаю точно гонча да и зарплата согласитесь так себе впрочем за деньгами друзья как пояснил нам дмитрий анатольевич медведев этого не в медицину и образование это вам в бизнес и вот страдает от безденежья в первую очередь младший медицинский персонал санитарки нянечки их слова очень часто переводят согласно документам в уборщицы чтобы знаете ли платить меньше а ведь согласитесь на данных должностях и так некому работать ты попробуй найди человека который станет отмыть больных ухаживать выдраивать помещение менять судно и так далее и так далее сотня обязанностей за 12 тысяч рублей в месяц ведь тоже важный момент мы говорим медики получают недостаточную недостойную заработную плату однако не о всех речь ведь есть и те персонажи которые работая в медицине выписывают себе огромные премии и зарплаты ну чё далеко ходить не забудем больницу имени симашка в симферополе и некоторых ее сотрудников которые выписывали себе там по 600 700 тысяч рублей в месяц хорошая такая сумма до пропасть в заработках между персоналом одной больницы подчас колоссальные может измеряться сотнями тысяч рублей и не от качества и объема работы это зависит от самодурство тех кто имеет доступ к кормушке несправедливость как она есть что знаешь я занимаюсь врачевание ты не врач ты жарлатан зачем мне быть врачом когда твои пиявки сами лечат людей а денежки сыплются мне в карман до продолжать говорить о бедах медицины можно долго и о летальном сокращении коечного фонда и о том что дорогостоящее оборудование которым я говорил в начале простаивает подчас без дела боятся эксплуатировать или некому эксплуатировать и о том что медучреждений сократилось три раза по сравнению с 91 годом вот она оптимизация это траурная музыка может звучать долго медицинская музыка однако повторю главное современной медицине сделано все чтобы исключить оттуда человека и в этом не вина медиков вообще это наша традиция что ли со знаком минус ведь не сказать что советское время врачи прям так чтобы очень хорошо зарабатывали да нет часто благодарили конвертами напитками и конфетами вообще это такая часть системы как бы вырезать если можно так выразиться и сытой жизни врачей учителей однако полагаю что уважение к медперсоналу к медикам раньше было больше чем сейчас тут я обращаюсь конечно классическая русской литературе вспоминая образ врача книга ну на ум кто приходит конечно доктор живаго у пастернака холодный созерцатель врач герой нашего времени лермонтова есть замечательные чеховские типажи вроде ионыча и конечно есть легендарный христофор гибнер из классического произведения одного из моих любимых ревизор тот самый гибнер который действовал соавторстве в коалиции со злодеем так сказать земляникой ну и конечно есть профессор преображенский очень переоцененный персонаж ну а вот из современных ну например весьма хорош доктор гарин из сорокинской метели в общем чему это я так тому что очень разные очень разноплановые типажи врачей в русской литературе пока что сейчас как изображается труд медиков но пожалуй очень ярко замечательно даже это показано в фильме аритмия то новое российское кино настоятельно рекомендуем но если еще глубже копнуть куда в целом сдвинулась общественное мнение касательно врачей боюсь что в не совсем правильную сторону есть конечно приятные исключения вроде доктора лиза елизавета глинки которая буквально прописалась и заслуженно прописалась она великий подвижник в массовом сознании но в целом знаете ли среднестатистический человек не так чтобы проводит важную параллель медик равно герой или хотя бы достойнейший человек однако знаете ли проводить эту параллель определенно стоило бы однако вот то что мы увидели в последнее время реально продемонстрировала кто на самом деле герои кто чего стоит да действительно год 2020 да этот год тоже во многом перевернули наши привычные представления о мире я сейчас стараюсь избегать пафосных фраз пафосных слов однако стоит ли это делать ведь знаете ли вспоминается из маяковского вы ногтюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб ведь правда кто смог бы сыграть этот медицинский ногтюр ведь то что сделали наши медики в борьбе с коронавирусом это действительно подвиг вот без преувеличения это подвиг подвиг во многом напоминающий то что делали наши медики во время примеру в великой отечественной войны и ведь самое страшное здесь это неизвестность вот представьте самые первые месяцы по борьбе с коронавирусом никто еще ничего не знает и люди идут в эту неизвестность люди борются с дней и но мне это во многом напоминает то что делали наши медики когда шли на ликвидацию чернобыльской трагедии я думаю семён семёнович каждый человек способен на многое но к сожалению не каждый знает на что он способен кто-то скажет и звучат такие мнения что делали они это за повышенную зарплату за премии я скажу а не стыдно ли так говорить ведь такие деньги нужно платить на постоянной основе потому что медики это люди которые отвечают за самое главное что у нас есть за наши жизни за наше здоровье а кто-то буркнет это их долг долг медиков клятва гиппократа и так далее ну а как быть с нашим долгом друзья вот просто в повседневности тут знаете ли людям трудно маску надеть а посмотрите на защитные костюмы медиков это такие себе скафандры и в них люди врачи работали по 16 18 часов работали без перерыва скажите ли мне разве это не подвиг вот только после этого трудного года после всего того что с нами произошло это не все стали догадываться кто настоящий герой и выяснилось что это не бэтмен не железный человек не майор гром а герой это простой врач в инфекционной больнице медсестра из нее же и очень правильно что сегодня делаются мемориалы в честь медиков погибших на борьбе с коронавирусом правильно что увековечивается память о живых и о мертвых очень правильно что лица медиков наконец-таки появляются на городских бигбордах а героев нужно рассказывать все правильно только надолго ли это понимание и осознали ли мы в полной мере что на самом деле произошло наживите до старости чистыми руками буквально на днях я общался со своими турецкими немецкими читателями общался конечно же по видеоконференции и вот вдруг понял что и в германии в турции очень сложная ситуация с коронавирусом все буквально сидят дома а вот в индии напомню трупы людей умерших от коронавируса их сжигали ну прямо на улице еще недавно вот что я подумал а ведь в это же время мы россияне свободно ходим по улицам мы посещаем кино рестораны у нас дети посещают садики и школы у нас нормальная жизнь нормальная жизнь и казалось бы так и должно быть но ведь если разобраться то за этой простой нормальной жизнью стоят колоссальные усилия это знаете ли как с воздухом понимаешь всю его важность только тогда когда его вдруг начинает не хватать вот так собственно друзья и с медициной есть что ценить есть чего опасаться это была программа игра в классики берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви конечно терпения